Бывает так, что никакие занятия физической культуры не могут уберечь ребенка от болезней. Мы продолжаем тему сохранения здоровья и вновь обращаемся за примером к городу Гаю, где не так давно произошла реконструкция детского отделения районной больницы. Педиатрическое отделение построено почти 20 лет назад, и за все это время капитального ремонта здесь ни разу не было. И вот 2011 год. Гайский горно-обогатительный комбинат выделяет 40 миллионов рублей на реконструкцию. Пять месяцев работы, и больница готова принять маленьких пациентов. Конечно, на первое место выходит это дыхательное расстройство, как и везде в области. Наш регион, вы тоже знаете, он промышленный, не исключено экологическое, подоплека всех заболеваний, конечно. Прежде всего, дыхательность и желудочно-кишечная. Три миллиона рублей потрачены на медицинскую технику и оборудование. Среди прочего, теперь здесь есть и современные кювезы для выхаживания малышей, и лампы для лечения их от желтухи. К сожалению, в последние годы это становится таким бедствием. Дети рождаются и желтенькие, на третий-четвертый день появляется желтуха и долго держатся. И если бельрубин высокий, то детей помещают сюда. Находится ребенок под этой лампой весь день, перерыв делается только на 20 минут на кормление. Мама его забирает, но здесь еще кроватка с подогревом, и он лежит совершенно раздетый, голенький в очках. Палаты в педиатрическом отделении оформлены так, чтобы и матери, и ребенку было здесь максимально комфортно. Ведь в деле выздоровления психологическая составляющая стоит не на последнем месте.